В дореволюционной России массового туризма не существовало, так как страна была преимущественно крестьянской. Выездной отдых был доступен лишь относительно небольшим слоям населения. Теперь же горожане посещают за границу куда чаще. Зима или осень, люди собирают чемоданы и торопятся на курорты. А лето, как известно, период отпусков. Для турфирмы это настоящее раздолье. Рязанцы планируют свой отдых в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей. Но летние капризы никто не отменял. А погода сейчас так и шепчет про жаркие страны. Приходят люди и говорят, что не планировали ехать, но из-за плохой погоды все-таки решили, потратимся и поедем отдыхать. Как и в прежние годы, сейчас популярны морские курорты. Первое место по спросу делят Турция и Тунис. Но туристы сейчас отдыхают не только за границей. Многие из них предпочитают и российские курорты. Я бы распределила туристов таким образом. Самое большое количество запросов идет на Крым. Обусловлено это тем, что хорошие климатические условия, красивая природа, чистое море и интересные экскурсионные объекты. Второе по популярности направление – это Сочи. Третье место у рязанцев занимают остальные курорты Краснодарского края. Это Геленджик и Анапа. А те люди, которые присытились отдыхом по системе «Все включено», начинают открывать для себя страны Европы, Азии и других континентов. Они едут за границу уже не только с целью отдохнуть, но и с желанием посмотреть мир, узнать культуру других народов, ознакомиться с архитектурой новых городов. И первое место по посещению среди неморских стран занимает Чехия – город Прага. Аналогом в России ей служит Санкт-Петербург. Он, безусловно, лидер по посещению и соотношению цены и качества. К тому же в центре города можно поселиться в гостинице, ходить на экскурсии и питаться по приемлемой цене. На втором месте – туры по Золотому кольцу. Но молодые рязанцы предпочитают все же летать за границу. И, безусловно, лидер по посещению – Кипр, город Айянапа. А у тех людей, кто связал себя узами брака и выбирает, куда отправиться на медовый месяц, путь почти всегда один. Чаще всего спрашивают Мальдивы, потому что это ассоциируется с красивыми пляжами песчаными. Это ассоциируется с каким-то спокойствием, релаксом, уединением. И, конечно, это первое, что, исходя из рекламы, из рекламных буклетов, ассоциируется со свадебным путешествием. Вне зависимости от того, приходится ваш отпуск на лето или нет, его надо планировать заранее. Тогда точно получится и на пляже отдохнуть, и мир увидеть.